Здорово, молодые скайримщики! И пожилые, кстати, тоже. И это продолжение рубрики «Что будет, если?» в Скайриме. И сегодня мы коснемся темы Алдуина вновь в очередной раз. Да. Дело в том, что мне недавно поступило данное сообщение. Цитирую. Пишет Готаман. У меня повод для видео. А что, если не убивать Алдуина и пойти на Салстейм, и там выучить подчинение воле, а потом заюзать на Алдуине, можно ли будет на нем полетать? Можешь попробовать там, где Алдуин воскрешает Салаканира? Все бы ничего, но мне действительно много раз писали данную фигню. Типа, заюзай подчинение воле на Алдуине и т.д. и т.п. Можно ли будет полетать и прочее. Просто вот накричи на Алдуина, ну наори ты на него уже наконец. Хорошо, сегодня мы с этим разберемся. И еще я дам дополнительную информацию по поводу подчинения воле и вообще полете на драконов. И также хочу попросить вас поддержать данное видео лайкосиком и досмотреть это видео до конца. Подписаться, если смотрите здесь видосики на регулярной основе. Буду вам очень сильно благодарен. Также, если любите стримы по Скайриму, то приходите сегодня в 16.00 по московскому времени. Там мы начинаем за нового персонажа. За какого именно, пока что останется в тайне. Лишь хочу лишь намекнуть то, что это будет охотник на нежити. Ну или что-то типа того. Алрайт. Не будем тянуть Алдуина за подчинение воле. Погнали по Некселю. Как вы видите, я уже присутствую на данном месте, где он оживляет Салаканира. И сейчас мы попробуем изучить данный крик и использовать его на Алдуине. Ну что ж, как мы видим, Алдуин чихать хотел на это ваше подчинение воле. И также хочу сказать то, что на Салаканире оно также не работает. То есть вот этого дракона, которого он рискнул, на него тоже невозможно наорать и полетать на нем, потому что он является квестовым и его по-любому нужно убить. Ну и грубо говоря, подчинение воле уже сам Салаканир на себе испытал от Алдуина, когда он приказывает ему убить нас, Давакина, на своем языке. Было ли все это очевидно? Безусловно. Но я сделаю это видео для информативности, чтобы расставить все точки над И. Есть определенный ряд драконов, на которых работает подчинение воле, а на некоторых не работает. И сейчас я вам попытаюсь объяснить, на кого именно оно работать не будет. Это Портурнакс, Алдуин и прочие рядовые квестовые, именно квестовые, вот эти вот дракончики, типа Салаканира. Также оно не будет работать на того самого дракона, который находится в Черном Пределе. Там нужно наорать на солнце безжалостной силы, чтобы появился дракон, потом на него подчинение воле работать не будет. По Черному Пределу полетать нельзя. А вот на всех остальных драконов, пожалуйста. Обычные штатные дракины, которые летают по Скайриму, такие, ну, так не именные, скажем так. Морозный дракон, обычный дракон, легендарный дракон, древнейший дракон, кровавый дракон, вот на них все это дело будет работать абсолютно нормально. Также подчинение воле можно заюзать на Адавинга, призвав заранее Адавинга, и потом на нем, ну, просто-напросто полетать. Как это сделать? Легко и просто, как летать на Адавинге из точку А в точку Б, если что, у меня есть здесь видос на канале, как все это можно организовать. И тут, возможно, вы меня спросите, Триш, но если можно призвать Адавинга и подчинить его, то, может быть, и Дюрнивира также получится призвать и подчинить? Нет, Дюрнивир тоже так же, как и Алдуин, будет все это дело игнорить. В общем, надеюсь, мы разобрались со всей этой ситуацией с Алдуином и т.д. и т.п. Так что, извините, дамы и господа, но это все. Но завтра вас будет ждать очень интересный контентит, я постараюсь завтра отснять одну интересную тему. Я хочу кое-что с Садией намутить. Просто, я думаю, вы все знаете, этот квест называется «Время лишений, когда ликарцы ищут Садию». Но ведь они же не знают, кого именно они ищут. Ну, то есть, они знают лишь признаки, да, Садии. То есть, редгардка со шрамом, все дела. А что, если мы тоже будем редгардкой со шрамом? Ну, в общем, Ctrl-C, Ctrl-V сделаем внешку Садии на своего персонажа и посмотрим, что произойдет. Если хотите данный видос, то можете написать «Давай Садию» в комментариях. Буду вам крайне сильно признателен. Не, ну а че, будет реально забавно на это посмотреть. Алрайт, всем большое спасибо за просмотр. И приходите сегодня обязательно на стрим, создаем нового персонажа. Все, всех люблю, целую и до скорой встречи на данном стретче. Пока.